Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня выпуски вы увидите. В аэропорту Шереметьево встретили вернувшегося домой чемпиона Олимпийских игр Евгения Рылова. Мы наше встречение! Наши первые страны! Олимпийскую полную Россию! Глава муниципалитета встретился с жителями жилого комплекса «Государев дом». Гранель указывает на сайте о том, что у нас здесь доступная среда. Здесь нет доступной среды. Видновские врачи в очередной раз спасли жизнь пациенту с коронавирусом. Перелом костей лицевого скелета, чверкномозговую травму, перелом костей предплечий. Олимпийский чемпион вернулся домой. Из Токио прилетел видновчанин Евгений Рылов. В аэропорту Шереметьево его ждала наша съемочная группа. Как прошла встреча спортсмена, расскажет Александра Столярова. В прошлый четверг в аэропорту Шереметьево мы вместе с болельщиками встречали наших серебряных призеров-пловцов. Сегодня людей здесь даже больше. Все ждут нашего олимпийского чемпиона, обладателя двух золотых медалей Евгения Рылова. Видновский спортсмен стал первым российским пловцом, кто за последние 25 лет смог одержать победу. Рейс из Токио приземлился в 11.35 по московскому времени. В аэропорту олимпийскую сборную ждали заранее. Развернули плакаты, подготовили кричалки. Мы в ваших встречах, в ваших героях спорта, олимпийскую сборную Россию! Вокруг раздавались аплодисменты и радостные крики. После 9 часов полета такое внимание поначалу смутило видновского спортсмена. Звучали поздравления, просьбы об автографе и совместной фотографии. Так приятно радоваться за своих людей, с которыми ты живешь рядом. Он прям гордость разбирает не только за Женю, да и вообще за всю сборную России. Невероятные эмоции подарили. Я занималась сама в «Дельфине» когда-то. Это наш, наш, Ленинский городской округ, город видно, это мы. На шее Жене три тяжелые олимпийские медали. Но хотя радость от побед сладка, ничто не сравнится со счастьем вернуться на родину. Пловец признается, что по дому он очень скучал. По дому, по маме, по девушке, по всем. Просто по котикам еще. А котиков было много. Делегация из Ленинского округа устроила флешмоб. Все надели знаменитые маски. И если такая акция воодушевила спортсмена на родине, то в Токио его поддерживали родные и близкие. Мама пловца призналась, что больше всего обрадовалась первой медали, так как не ожидала золота на дистанции в 100 метров. На эстафете я вообще не знала, что он плыл. Я узнала утром. Мне звонят, поздравляют. А я говорю, пишу ему выражения. Ну, почему мне не сказал? Мам, я узнала очень поздно, что мне поставят на эстафету. Вестим теперь не. Там я уже больше переживала за то, что все-таки устал. Уже много дистанций пройдет. И я больше запишу. Ну, я вообще в нем не сомневалась. Конечно, его и настраивало перед соткой победной. То, что давай, что ты, кайфуй и плыви. Я там вообще прыгала. Ноги тоже сводила от адреналина. Я там, коты на меня смотрели, как на... Что с тобой? Вместе со спортсменом прилетел и его тренер Андрей Шишин. Он с самого начала был уверен, что Женя войдет в призы. Готовились, весь район готовился. Видите, все ожидали, все ждали, все помогали. Все ошибки, которые были, они в предварительных заплывах были. Мы их подкорректировали. Финалы все были золотые. За исключением эстафеты. Но это просто набрал. Набрал уже лишнюю. В целом все хорошо. Когда Евгений возобновит тренировки, никто не уточняет. После оглушительных побед и долгого перелета думать об этом сложно. Всем хочется добраться до дома. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Неудовлетворительная работа управляющей компании. Невыполнение застройщикам своих обязательств. Нехватка детских садов и других объектов инфраструктуры. Эти и другие проблемы жители жилого комплекса «Государев дом» озвучили на встрече с главой Ленинского городского округа Дмитрием Абареновым. Подробнее расскажет Екатерина Борисова. На встречу с главой муниципалитета Дмитрием Абареновым пришло много неравнодушных жителей ЖК «Государев дом». Также присутствовали руководители управлений администрации округа, представители застройщика и управляющей компании. Вопросов на повестке дня было немало. Жители пожаловались на невыполнение застройщикам своих обязательств и ошибки в изначальном проектировании территории. «Гранель указывает на сайте о том, что у нас здесь доступная среда, здесь нет доступной среды, здесь невозможно жить мамам с колясками». Также они сообщили об отсутствии диалога и плохой работе управляющей компании. «Водоустройство, да, выручение дворовых территорий, тротуарная плитка, озеленение, современный подкос газонов, всего этого у нас нет». Но, как оказалось, в данном случае за места общего пользования и дворовые территории несет ответственность не только управляющая компания. «Управляющая компания хоть здесь и занимается обслуживанием территории, но сама территория жителями не оплачивается. По этой причине мы будем требовать именно с застройщика, то есть с владельца земельных участков и всех этих дворовых территорий, соблюдение норм по обслуживанию. Ну, чтобы у нас, собственно, как минимум в течение года были заменены практически все тротуарные элементы». Как и во многих новых микрорайонах, в Государевом доме не хватает объектов социальной инфраструктуры и образовательных учреждений. Дмитрий Абаренов сообщил жителям, что в следующем году здесь появится поликлиника. Также планируется построить два детских сада и школу. «Все детские сады и школы перешли в госпрограмму. Соответственно, строить будет эта администрация. По садику и школе, садик на 200, школа 1100, есть трудности в связи с тем, что Гранель нам должен проект передать». Тем не менее, уже стартовали подготовительные работы по строительству одного из двух детских садов. Его планируется сдать уже в следующем году. Озвученные замечания жители, представители управляющей компании и застройщика обещали проработать в ближайшее время. Администрация будет держать их на контроле. Дмитрий Абаренов предложил устраивать подобные встречи раз в квартал. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской детской поликлинике стартовала неделя поддержки грудного вскармливания. Она проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения. С 1 по 7 августа в медицинском учреждении специалисты проведут ряд мероприятий для молодых мам, в ходе которых расскажут о пользе грудного молока для ребенка. Миша недавно исполнился один год, и все это время он находится на грудном вскармливании. Его мама Юлия видит в этом только преимущества. Вижу только плюсы от этого, но, конечно же, после года уже немного тяжелее морально для меня, как для мамы, но для ребеночка мы все-таки немножечко про себя забываем, и больше у нас ребеночка в приоритете. Пока он не будет готов отойти от такого типа питания, я, конечно же, буду с ним за него, и его в приоритет ставить. Как отмечают врачи-педиатры, с каждым годом все больше молодых мам отдают предпочтение естественному кормлению своих новорожденных малышей. Если раньше это было 50, скажем так, процентов, а то и меньше, то сейчас можно смело сказать, что на грудном вскармливании больше 75% кормящих матерей. На грудном вскармливании он с самого начала, с самого рождения, соску он не взял. И до сих пор приоритетным для него является грудное вскармливание. Невеста всегда набирала хорошо. В рамках недели поддержки грудного вскармливания в детской поликлинике специалисты консультируют новоиспеченных родителей и дают рекомендации по правильному питанию в период лактации. Грудное молоко – это уникальный продукт, который вырабатывается женским организмом. Ребенок у нас получает все необходимое, все микроэлементы, защитные антитела, все витамины. Поэтому это приоритет. И грудное вскармливание – самое лучшее, что мы можем дать нашему ребенку. У нас грудное вскармливание было с самого начала и до трех лет получилось. Отлучился сам, потому что уже был большой, уже понимал, что ему это не требуется. Но до тех пор, где-то до года это было практически основная еда, плюс прикормы. Дальше это уже просто как, чтобы мама рядом была. Некоторые женщины все же делают выбор в пользу смешанного или полностью искусственного кормления в силу того, что малышу не хватает маминого молока и он не набирает весе. Так получилось и у Анны. Дочку Валерию она начала докармливать смесью еще в роддоме. Было мало молока и у нас было смешанное питание. Потом где-то с двух месяцев перешли полностью на искусственное. Малышу не хватало моего молока. Малыши, которые на грудном вскармливании, они лучше развиваются, они меньше болеют. Их физическое и психическое развитие гораздо лучше и опережает, нежели детей, которые на искусственном вскармливании. Грудное молоко, как поясняют специалисты, защищает организм младенца, пока продолжается лактация. И помогает формированию иммунитета малыша, который останется с ним и в дальнейшем. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видновские врачи спасли очередного пациента. В районной клинической больнице медики вылечили мужчину, который на работе упал с высоты. Кроме этого, у молодого человека диагностировали двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусной инфекцией. Сейчас пациент идет на поправку. О том, какой путь от травмы до выздоровления был пройден, расскажет Юлия Пагасьян. Вот наш пациент, который получил серьезную травму на производстве при падении с высоты. 29-летний Юрий Ермолаев не ожидал, что очередная поездка в Подольск на заработке для него закончится больничной койкой. Молодой человек трудится на складе вахтовым методом. В один из дней при выполнении обычного рабочего процесса он упал с высоты седьмого этажа. Работал на высоте при помощи штабеллера. То есть, моя задача была комплектовать товар. По технике безопасности, когда я взял товар, он должен был спустить вилы с будкой. А вместо этого он поехал и зацепил в будку палет. Будка съехала с вил. Я седьмого этажа упал. Больше ничего не помнит. В Подольскую больницу Юрия доставили без сознания. Диагностировали множественные повреждения скелета и по результатам компьютерной томографии вирусную пневмонию. Так пациент оказался в Видновской районе клинической больницы, который является многофункциональным ковидным центром. Перелом костей лицевого скелета, чверкно-мозговую травму, перелом костей предплечий. Справа перелом наиболее тяжелый со смещением оскольчатой внутрисуставной. И перелом шейки левого бедра. Видно, молодому человеку сделали две операции. Обе проходили одномоментно и длились порядка шести часов. Дольше всего работали над предплечьем. Осуществили открытый устой синтез перелома костей правого предплечья комбинированным способом в аппарате Елизарова и титановой пластиной специализированной. Результаты операции очень хорошие. Косточку воссоздали и соперировали ему шейку бедра при помощи специальных винтов. Предположительно, в пятницу Юрий уже сможет поехать домой в родную Тверскую область. Там его ждет отец, который пока не знает о случившемся. Молодой человек решил не расстраивать родственников. Говорит, жив и это самое главное. Ему предстоит длительный период амбулаторного лечения. Юлия Пагасяна, Ольга Садовская, Видное ТВ. В последние два месяца резко увеличилось количество людей, желающих привиться от COVID-19. В связи с этим нагрузка на врачей и медсестер возросла. Тем более, что говорить о победе над пандемией пока рано. И вновь на помощь медикам приходят волонтеры. Наш корреспондент Максим Козлов побывал в амбулатории поселка совхоза имени Ленина и пообщался с добровольными помощниками врачей. Иван Грачев, тренер школы Олимпийского резерва. Рядом его воспитанник Сергей Браду. Они оба ездят в амбулаторию поселка совхоза имени Ленина из Видного. Иван сейчас в отпуске, но проводит его не на морском побережье, а в этом небольшом кабинете перед компьютером. Для спортсменов, привыкших к движению, такое времяпрепровождение – настоящее испытание. Но они понимают, медикам тяжелее. В середине дня в амбулатории совхоза имени Ленина практически пусто. Наплыв посетителей обычно либо с утра, когда люди вакцинируются перед поездкой на работу, либо вечером. Все приходят по записи, что отчасти упрощает работу медиков. Тем не менее, помощь волонтеров им по-прежнему необходима. Нам сейчас нужна любая помощь. В том числе нам нужна помощь волонтеров, помощь в формировании электронных карт, помощь в распределении потоков, помощь в оформлении документации тех, кто вакцинируется. Никита Стадников также работает в совхозной амбулатории и совмещает учебу в институте с общественной деятельностью. Он волонтер общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Когда предложили помогать врачам, ни минуты не сомневался. Пока ровесники на каникулах отдыхают от учебного процесса, он работает. Признается, что поначалу приходилось тяжело. Когда только пришли сюда, была ужасная толпа народа. Просто люди в два этажа в очереди встали. И там, думаю, за день уходило человек 200-300, если не больше. А так, в среднем, где-то человек 50-60 именно я убиваю. За каждой строчкой большой массив информации волонтеры рассказывают, что приходится одновременно работать с тремя различными электронными базами. Нередко, чтобы найти необходимую информацию, приходится спускаться в регистратуру. Внимательность очень большая нужна здесь, потому что все-таки это, в первую очередь, документ. Это документ не мой, а документ человека. И нам доверили заполнять документы, и мы очень аккуратно к этому подходим. Мы почти здесь месяц, и за этот месяц ни одной ошибки не было в наших руках. Если вы хотите присоединиться к волонтерам, чтобы помочь врачам, нет ничего проще. Нужно обратиться в любое медицинское учреждение ВРКБ. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин